50 килограммов Ну, в этой же весовой категории и Андрей Матвеев наш атлет выступает, выступал вернее, поскольку он был в группе B и там он показал сумму 330 килограммов Не получилась попытка у белорусского атлета Ну а что такое 330? Это сумма не очень В самом случае с ней рассчитывать не на что В ваших экранах был чемпион мира Пламен Желязков А вот вновь выходит к штанге Сергей Лавренев Его заключительная попытка Так же не получилось Ну, для сравнения скажу, что Андрей Матвеев выступавший в категории B вырвал 145 килограммов всего Лавренев закончил выступление с результатом 150 килограммов И вот чемпион мира Пламен Желязков Его вторая попытка Наш российский спортсмен Андрей Матвеев неплохо толкает И вот тот результат 185, который он показал Вот этот результат может быть в тройке призеров Но в толчке во втором упражнении Посмотрим, пока мы смотрим Рывок первого упражнения На штанге 157,5 килограммов Вторая попытка болгарского спортсмена Большой мастер рывка Тяжелее своего соперника Желязкова И вот поэтому он стремится Вырвать больший вес Да, создать себе запас Для соревнований в толчке Ну что ж, справился И достаточно легко Выиграл малую золотую медаль в рывке И стал лидером соревнований Вот так выглядит ситуация в турнирной таблице После первого движения 160 у Боевски Желязков 157,5 Леонидис, третий 150 Ну для сравнения Вот как раз мы видели Андрей Матвеев На восьмом месте С результатом 145 килограммов И вот болгарские атлеты Завершают борьбу за золото Вторая попытка Галабина Боевски В первую он толкнул 182,5 килограмма А пламен Желязков Уже использовал две попытки И во второй толкнул 187,5 Вот сумеет ли толкнуть этот вес Сумел Да Галабин Боевский толкает Штангу весом 187,5 килограммов И его сумма 347,5 47,5 И он на 2,5 килограмма В сумме опережает Пламенно-Желязково На штанге 190 килограмм И вторая попытка Валериуса Леонидиса Который тоже Пытается вмешаться В спор болгарских Атлетов Ну это Бывший представитель России Советского Союза Да, Советской школы Да, Валерий Леонов Так он Именовал спортсмена Из Зесентуков Ставропольского края Ну ему конечно Сложно бороться с болгарами Потому что в рывке У него было всего лишь 150 килограммов Но тем не менее За золотую Медаль Вот во втором Движении Он Борется Пока он лидер Да, вы совершенно правы Его задача Выиграть золотую медаль Малую, как говорят В толчке В сумме двоеборья Едва ли он сможет догнать Ну Леонидец решает Так скажем Частную задачу А вот борьбу за общую победу Ведут болгары И вот Пламен Желязков Он по жребию Выступает Раньше Боевский Конечно Это не очень Удержал 192,5 килограмма Новый рекорд Европы И сумма Желязкова Становится 350 Килограммов 350 килограммов И вот теперь Его соотечественник Боевский Хочет Должен вернее Повторить Вот этот результат Для того Чтобы обойти Своего Напарника по команде Давайте так говорить Да Если он его Повторит Вот опять Та же самая ситуация Что все В его руках Боевский Толкнет Сейчас штангу Он чемпион Не толкнет У него серебро Ну Недаром У штангистов Есть поговорка Толчок Всему венец Кто хорошо толкает Тот Имеет много шансов На победу И вот вам подтверждение Того О чем мы говорим Да Болгары В своей Такой Между Между собой В таком Борьбе между собой Они Оба Устанавливают Новый рекорд Европы Вот венец Их борьбы И Боевский Голобин Боевский Толкнул Сто девяносто Два с половиной килограмма В сумме Набирает Триста пятьдесят Два с половиной килограмма И становится Чемпионом Европы У Железского Серебряная медаль Вот итоги На ваших экранах Это уже Шестая Золотая медаль Болгарской команды Четыре у женщин Две у мужчин А наш Андрей Матвеев В итоге Занимает Пятое место Несмотря на то Что он выступал В группе Б Его сумма Триста тридцать Килограммов Субтитры создавал DimaTorzok